Продолжаем выпуск. С 1 июня текущего года в некоторых регионах страны возобновляется внутренний туризм. Туроператоры, агентства и гостиницы получат налоговые льготы и прочие преференции, а инициаторам тематических проектов и субъектам туризма будет оказана помощь в виде грантов, беспроцентных суд и субсидий. Все эти меры предусмотрены в принятом указе президента о неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии. Его реализация позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест. Детали документа раскроют комментарии программы. Как и прогнозировалось на начальном этапе введения ограничительных мер, наиболее уязвимыми сферами оказались туризм и все смежные с ним направления экономики. По данным Всемирной туристской организации по итогам 2020 года международный туризм сократится на 89 процентов, число рабочих мест на 74 миллиона. Глобальные потери сферы составят 800 миллиардов долларов. Учитывая же тот факт, что в последние годы внимание на высшем уровне к развитию туристической отрасли было самым пристальным и была проведена комплексная работа по кардинальному увеличению количества туристов, привлечению инвестиций, строительству гостиниц и зон отдыха, формированию спектра нетрадиционных видов, таких как экотуризм, гастрономия, созданию современной качественной инфраструктуры, именно нынешний год должен быть стать прорывным для отечественного бренда во всех отношениях. Но случилось то, что случилось. Изучения показали, что 63 процента туроператоров и 81 процент средств размещения приостановили свою деятельность. Это существенно сказалось на доходах 250 тысяч человек. И государство на сегодняшний день предпринимает беспрецедентные меры по максимальному смягчению последствий для всей экономики в целом и в особенности для бизнеса. Пакет льгот и преференций исчисляется сотнями миллиардов сумм. Впереди лето, как говорится, сезон отпусков. И для туризма время собирать камни. Потому с учетом благоприятной динамики борьбы с пандемией и необходимостью дополнительного стимулирования сферы, глава государства подписал указ о неотложенных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии. Достаточно сказать, что в 2019 году количество туристов, посетивших Узбекистан, превысило 6 миллионов 700 тысяч иностранных граждан. Также вклад в экспортный потенциал составил более 1 миллиарда 300 миллионов долларов США. Сегодня туризм обеспечивал огромную занятость в сопредельных отраслях и также обеспечивал большими заказами другие отрасли экономики. Но, как мы знаем, многие европейские страны, многие азиатские страны потихоньку выходят из кризиса коронавирусной пандемии и потихонечку открывают свои туристические рынки. И в соответствии с поручением главы государства был проведен очень глубокий тщательный анализ тех мер, которые принимаются в других странах. И с учетом нашей безопасности, в первую очередь, санитарно-гигиенической безопасности, предотвращение случаев новых заболеваний этой инфекционной болезнью. Со стороны главы государства было принято решение о поэтапном открытии внутреннего туризма на первом этапе и на следующих этапах, исходя из ситуации, эпидемиологической ситуации в других странах, постепенно возобновление международных рейсов нашей авиакомпании. Конечно же, этот процесс очень непростой и требует принятия особых мер. Не случайно в преамбуле документа делается акцент на сохранении сотен тысяч рабочих мест и квалифицированных специалистов, а также поддержание их доходов. 250 тысяч человек, работающих в этой отрасли, это было видно, что президент за это очень сильно переживает. И те рекомендации, те советы, которые он нам дал, для нас очень важны, потому что воплощением всех этих рекомендаций и советов получился указ президента. Там предоставлены абсолютно уникальные льготы, абсолютно уникальная поддержка всем сферам, людям, которые сейчас будут восстанавливать всю эту работу. Конечно, предоставлено и ательерам, и гидам, и рестораторам очень много льгот и преференций. При единственном требовании и условии соблюдения правил социального дистанцирования, соблюдения правил санитарно-эпидемиологического характера. Таким образом, с 1 июня 2020 года в регионах зеленой и желтой категории возобновляется внутренний туризм. Иными словами, смогут начать свою деятельность туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры и другие. Конечно, только при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований. Также поэтапно начнет возобновляться внешний туризм. Изучение зарубежного опыта показывает, что в таких странах, как Словения, Турция, Греция, Португалия, Россия, Таиланд, Египет, Кипр, с 1 июня планируется реализация аналогичных мер. И, конечно, впечатляет очередной перечень льгот и преференций. Туроператоры, агентства, гостиницы, отели с 1 июня по 31 декабря 2020 года будут плазить лишь половину от ставки налога на прибыль. Им предоставляется право переноса убытков за 2020 и 2021 годы без ограничения размеров в рамках налогового законодательства. К тому же до 1 января приостанавливается уплата туристского гостиничного сбора. Не менее внушительный объем помощи субъектам туризма со стороны фонда поддержки при госком туризме. В период с 1 июня по 31 декабря этого года предоставляется возможность получения целевой беспроцентной ссуды сроком на 12 месяцев туроператором в размере не более трехкратного среднемесячного фонда оплаты труда за 2019 год. Средством размещения в размере пятикратной базовой расчетной величины на каждое койко-место. Частично будут субсидированы стартап-проекты и инновационные бизнес-идеи, направленные на создание удобств для туристов на сумму в полтора миллиарда сумм. В свою очередь за счет средств государственного фонда поддержки предпринимательства будут покрыты процентные расходы по кредитам, выданным на строительство гостиниц, кемпингов и так далее. А до 1 января 2022 года будут субсидированы процентные ставки кредитов на аналогичные строительные работы, на части превышающие ставку рефинансирования Центробанка, но не более чем на 10%. Такого же рода поддержка ожидает тех, кто брал заемы в банках на приведение туристических объектов в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. Опросы туроператоров и средств размещения показали, что они оценивают убытки примерно от 100 до 300 миллионов сумм. Еще очень важная льгота, как мы знаем, что в течение фактически трех месяцев гостиницы не работали и не получали никаких доходов. В то же время по привлеченным кредитам они были вынуждены оплачивать проценты. И это, конечно, ложилось очень тяжелым бременем на наших предпринимателей. То есть этим нашим президентом было принято решение упокрытия всех этих расходов в течение трех месяцев, когда гостиницы вообще не функционировали, то есть с 1 марта по 1 июня, всех процентных расходов. В дальнейшем до 1 января 2022 года в течение полутора лет гостиницам также будет оказана такая помощь, субсидия на покрытие процентной ставки в размере 10% по привлеченным кредитам. Это позволит им смягчить очень тяжелую финансовую нагрузку. Как мы знаем, что очень много предпринимателей привлекли для строительства новых гостиниц серьезные кредитные ресурсы. И мы надеемся, что это позволит предпринимателям не остыть, дальше развивать их бизнес и оказывать качественные услуги по размещению. Сумма поддержки, которую оказывает государство, благодаря особому вниманию президента, превышает 200 миллиардов сумм. От момента прибытия туриста в Узбекистан до момента убытия разработана специальная программа, которая позволяет быть уверенным в том, что во всех местах, где будет находиться наш турист, будет организована безопасность, именно санитарная и гигиеническая безопасность, даже предусмотрен вопрос страхования. К тому же, если организуется тур с численностью иностранных туристов не менее 10 человек, если они проведут в Узбекистане 5 суток со размещением в отелях, то фонд субсидирует расходы в размере 30% от стоимости авиа и железнодорожных билетов, пока эта мера будет действовать до 31 декабря этого года. А если владелец гостиницы задумал реконструкцию или реновацию для получения звездной категории, то предусматривается выделение средств на компенсацию расходов в следующих размерах. 5 миллионов сумм за каждый номер в гостиницах с категории 3 звезды, 10 миллионов сумм за каждый номер в гостиницах с категории 4 звезды и 15 миллионов сумм за каждый номер в гостиницах с категории 5 звезд. То есть это абсолютно уникальные способы защиты и поддержки туристической Я думаю, что в ближайшее время, когда вся эта программа начнет функционировать, станет гораздо проще и нашим туристам, которые будут приезжать из зеленых зон одного региона в зеленую зону другого региона. И, конечно, это касается в первую очередь и транспорта, и ресторанов, и гостиниц, и, естественно, железнодорожных вокзалов, и аэропортов. Я думаю, что все вот эти мероприятия в комплексе нам позволят наладить безопасный туризм в Узбекистане. Помимо этого, обучение всех слушателей в колледжах и техникумах, находящихся в ведении Госкомтуризма, в порядке исключения осуществляется на основе государственного гранта. Указом получают пролонгацию на срок от 18 до 24 месяцев выплаты основного долга по ранее выданным кредитам. По итогам всех мер поддержки будет проведен тщательный анализ с целью выяснения реальной ситуации и эффективности их проведения. Необходимо четко знать, какой аспект наиболее продуктивен и востребован бизнесом, связанным с развитием туризма, а где вопросы еще требуют доработки и совершенствования.